Это всего лишь баночка, удобная для хранения чая. Чай мы пьем турецкий уже много-много лет. Не рекоммирую его. Он нам очень нравится. Это из разряда байховых. Очень ароматный. Я пью чай либо с заварничка, либо привычка моя. Я в свое время очень много ездил в поездах, привык чай в подстаканниках. Добавляем сюда травяной сбор. Здесь очень много фракций, включая мелкие ягодки. Очень полезный сбор, витаминный сбор и так далее. Сейчас мы посадим чай. Чай готов. А это у нас та самая малина, которую вы видели на многих наших роликах. Мы ее не варим, а засахариваем. Вот такая получается вкусненькая, ароматненькая. Вот такая однородная. Килограмм малины на полтора килограмма сахара. Блендер. Взбиваем ее. Наполняем банки, закручиваем крышками. Просто банки помытые, обданные кипятком. Крышки тоже стерилизованные. И потом в холодильник, когда это все остынет, малину не варим. И в холодильнике хранится хоть два года. Не скисает и ничего. На верхних двух полках мы храним. Вот мы делаем такую смородину, красную смородину. Потрясающе. Этот до кофе идет. Мы пьем кофе со смородиной красной. И вот такие банки у нас с малиной. Оператор мой подписывает дату изготовления, чтобы было видно, какую есть первую. И у нас в холодильнике стоит банок 30 полулитровых таких малины. И не меньше, не меньшее количество у нас стоит банок смородины. Красной. Всем приветствую, друзья. Сегодня у нас после чая и питья будет поездка в одно интересное место. Я потом об этом сниму отдельный фильм вам. И покажу. Я думаю, вам понравится. Оператор сейчас готовится. А я вот решил попить чай. Она любит кофемашину. За углом. Которая меня почему-то напрочь не воспринимает. Всегда говорит мне, делай что-нибудь, только кофе я тебе не дам. Нажимая кнопку, он пишет, воду добавь, кофе добавь, потом смени. И вообще чего пристал. Я вот пью чай. Это все-таки полезнее и вкуснее. Малинка потрясающая. Просто свежая натуральная малина. Но она более сладкая, потому что там добавлен сахар, как консервант. И с чаем. Пусть оператор нам завидует. Правда? Вот такие дела. Сейчас пойдем в машину от снега отгребать. Я вам заодно покажу секрет, почему у меня стекла не леденеют. В любой мороз, вот теперь, я снимаю снег со стекол. У меня они чуть-чуть птистые. Нет этой наряди, чтобы подогревать, эту скреблоку использовать. Извините за такой термин. У меня их даже нет. Я так понимаю, что вы сами подозреваете, что сочетание убийственное. По вкусу имеется в виду. Очень вкусно. Без хорошего чаепития, как известно, никакие добрые дела не начинаются. Извините, что всех не зову сюда. Места у нас много в квартире, но, думаю, желающих будет еще больше. Вышел очищать снежный покров с машины, чтобы понимали. Снега намело за сутки. Сантиметров 8 на машину. Ну и вот, хотел показать. Видите, стекла чистые, без наледи. С крепками я не пользуюсь. По одной простой причине. Когда приезжаете откуда-либо домой и ставить машину, сделайте вот так. О, дверь аж примерзла. Сделайте вот так на 2-3 минутки. Пока машину раздражаете, откройте с обеих сторон. Двери лучше все четыре. Но, если даже две откроете, у вас пусть машина будет выключена. И никогда не будут запотевать стекла. И никогда не потребуется их таким образом. Так что, какие дела. А у нас жидцы и сугроба. Вот такая. Мы делаем так. Омыли стекло, как положено, не замерзайкой. Щетки отодвинули. И теперь волшебные движения дверью. Распахиваемые двери. Оставляем их так на минуту-две. Это нужно для того, чтобы выстудить машину. Открываем с двух сторон. Все тепло из нее уйдет. И, соответственно, для стекла температура внутри будет практически равна температуре снаружи. И, соответственно, когда будет бить мороз, подтаивания изнутри не будет. Снега, соответственно, не будет образовываться ледяная корка. Снега... Продолжение следует...